так здравствуйте ответ следующий спрашивали меня что кто за нами стирает вообще послушать меня это вообще-то целая лопа смотрите мы жили за зиме это такой комплекс мы могли постирать только свою нижнюю одежду только нижний бельон все остальное мы складывали кулечек все абсолютно кроме нижнего беля и носков все остальное мы складывали кулечек и ставили его в коридор у нас там был коридор я буду выставлять видео вы увидите ставили его коридор и горничная забирала стирала и нам отдавала те вещи которые на нас мы часто не мы не успевали мы сами стирали потому что каждый день нужно было ну ты же потеешь все это мы сами стирали я вам уже рассказывал в предыдущем видео что как это все происходило а вот такие повседневные вещи но естественно все белье постельное белье стирала горничная меняла каждую неделю все наши другие вещи тоже стирала горничная она стирала гладила и нам а не гладила у нас блага дельная доска на блага дельная доска вот питались мы если мы были на павильоне питались мы три раза в день пытались на столовой при павильоне ну ресторан столовой я не знаю если кому-то у нас меню было такое утвержденное вот этой администрации столовой и мы кушали очень там кормят очень вкусно иногда были там проколы какие-то но мы уже знаете сначала какие все скромные а потом уже начинали мы иногда выступать возмущаться кто-то больше кто-то меньше кто-то вообще не просыпался на завтрак не шел потому что хотел выспаться когда рядом кто с ним комнате жил или заносил ему эту порцию или же многим ребятам не хватало допустим то они кушали сами троцки например часто на выходные убежал он проезжал поздно и завтрак его доставался обед кому-то вот если нам нужно кто-то заболел и нужно было какую-то диетическую пищу то повара шли нам навстречу они нас любили знаете они нас за вами следили они видели все всех участников в мастер-шефов всех сезонов они видели кого-то они очень любили кого-то нет я не знаю но мне кажется они меня любили это хочется узнать надо будет меня как-то спросить туда встречаться с мастер-шеф 8 она будет спросить меня например они очень асмик любили еще кого-то некоторых они терпеть не могли кто к ним придирался знаете вы простые жиночки такие на кухне повара советского союза работали очень приятный очень вот если на мы на выходных часто мы могли вначале позволить себе сделать какие-то шашлыки но потом было уже не до шашлыков сидели учили на выходные часто если был выходной мы или отлеживали а некоторые могли поехать в город купить себе вещи потому что каждую неделю надо было менять вещи новой новую одежду надо было иметь и часто девчонки собирались и ездили себе там по скидкам или не по скидкам что-то покупали мы их ждали они показывали нам эту свою одежду вот я как-то тоже один раз попросила когда я понимала что он уже скоро холодно мне одеть ничего я же думаю вот-вот я вылечу а я уже там наташа с денежкой поехала валентина в город и господи купите мне секунде какую-то такую дешевую просто дешевую кофту такую теплую теплую купить не перескочить знаете с зазиме в автобус автобусы павильон и все и ночью также приехал в принципе все вот так но мы там гладили только мы недавно хорошая но мне нравилось я люблю такую столовскую еду видимо это у меня осталось еще при том что многие мне нравилось мне осталось это того что моя мама работала в ресторанах запах вот этот какой-то особенный он оставался у меня с детства я люблю не возмущалась я не хочешь не кушай и нас одно время закормили яйцами но это тоже было самом деле странно яйца ним дешево закупили или что вот так было завтрак яйца обед яйца хочу ли не ужин давали яйца и такая где несколько раз пока уже вот аж валентина там я могу сказать что-то дайте сырники давали сырники было такое что знаете там заклинивала и давали это так насчет алкоголя ну насчет алкоголя например мы не пили редко ну как начали пили все вы я говорю такая эйфория была да могли выпить потом уже могли себе а нет вру в конце уже в конечном же на пятом месяце когда пошел лично я с наташей чуприк покупали чекушечку и мы 50 грамм себе в конце пили но это уже понимаете это уже было такое состояние что но ты уже ты уже на грани ты уже выснажена вся ты уже ну уже настолько ты устала настолько у тебя в тебе стресс сидит от всех этих конкурсов от всех этих переживаний от этого такого зажима сильного психологического морального физического что вот ну это или валерианку надо было пить но как-то все таки хочется знаете какой-то 50 грамм в этом и да мы брали чукушечку там кто-то мог пил взять просто чтобы чуть-чуть расслабиться но это нормальная вещь я думаю в жизни тут не и не при таких стрессах люди пьют все видите какая у меня красивая штучка так там надо я стараюсь на все вопросы ваши ответить если вы заметили комментариях я там отвечаю этом отгавкиваю сидел и правильно делаю хотя некоторые говорит ой не надо надо быть выше так далее а вот мне пока вот пока у меня есть время пока у меня есть удовольствие гавкнуть на кого-то там понимаете люди когда делают замечание грубой форме они почему-то думают что другой человек должен глотнуть это ну и я не буду глотать я буду отвечать вот там одна написала что вы громко кричите я говорю громко что вы услышали но я и написала нечего кудахтать на моем канале пусть кудахтает ладно сюда вспомню еще расскажу это моя тема и мне уже понравилось рассказывать на мастерше все пока